против майкеля фалькао средняя весовая категория ну что же посмотрим удастся ли владимиру продолжить свою победную серию до 9 триумфальных выступлений большая разница в возрасте бразилица существенно старше на 5 сантиметров владимир выше заряжены посмотрим очень интересно наблюдать именно за началом встречи у владимира очевидно должно быть преимущество стойки прекрасно это понимает фалькао именно поэтому сейчас бросается просто он на минеева для того чтобы не дать тому не сантиметра дистанции рефери указывает владимира что недопустимо хвататься за канаты максимально прижался фалькао сейчас к владимиру старается соорудить перевод если где-то и есть шанс у фалькао то это как раз в борьбе бразилицы его штаб прекрасно это понимает и сейчас как раз отчаянной попытки совершает майкель для того чтобы перевести поединок на настил последнее время дела у майкель и фалькао конечно идут не очень хорошо и многие его уже сосчитали писали за счетов посмотрим какой форме он сегодня приехал во владивосток длинный клинч но каких-то дивидендов пока бразилица не сумел вынести из этого эпизода в свою очередь владимиру не удается развернуть оппонента продолжает контролировать владимира майкель фалькао ударов мы видим минимальное количество бразилица включил правое правое колено несколько раз мы видели что владимир минеев хватался за канаты и рефери сделал ему устное предупреждение о недопустимости таких действий продолжается поединок клинча снизу несколько раз зацепил владимир разрывается дистанция на выходе левым коротким ударом попадает майкель гейс вот это удару свои владимира по стасе и добивающих ударов но не надо не надо идти в борьбу меня его еще одна дворка по корпусу промахнулся владимира как раз то на что и рассчитывал майкель фалькао забирает сразу же сразу же спину мгновенно но свалился он не сумел закрепиться еще серия ударов от владимира достигает цели раз за разом между рук один удар точно так же пробил владимир мы видим уже что в глазах майкеля фалькао видна нестабильность его положение две минуты много времени первом раунде дистанции владимир можно под ногами поработать по корпусу есть фронткик от минеева продолжается бой на дистанции джебами обстреливает соперника владимир хороший правый боковой еще один джеб очень много пропускает фалькао идет вперед серии ударов но все-таки в джеб и как раз владимир не так сильно вкладывается держит на дистанции минеев очень грамотно продолжает фактически избивать фалькао попал правый сейчас на встречу хорош владимир и вновь падает фалькао не надо идти туда борьбу по корпусу плотно отрабатывает темно напоминает этот бой встречу вердума и аверима в свое время хороший левый боковой от владимира правый прямой точно в цель апперкот застрял между рук бразильца локти подключает огромное количество ударов принял майкель фалькао уже в первом раунде владимир контролирует ход боя но пожалуй один был только опасный эпизод когда забрал спину российского спортсмена майкель сейчас просто застаивается он перед минеевым принимает основную часть ударов на защиту подключает колено бэквист попадает также держит удар майкель фалькао с двойкой заходят на дистанцию фалькао но удары уже очень медленные сейчас надо двигаться владимиру фронткиком от отшвыривает он назад оппонента включается вновь серия ударов хороший правый прямой еще одна двойка продолжается по большому счету избиение бразильца но периодически фалькао огрызается ходит сейчас с ударом и первый раунд позади наблюдаем за самыми опасными моментами первого раунда атаковых было предостаточно и большинстве из них владимир минеев яростно атаковал оппонента на майкель соответственно несколько раз старался подловить на владимир и стремился к тому чтобы владимир бросился все-таки в борьбу минеев же этого не совершил формат поединка три раунда по пять минут что ли по всему потерялась капа у майкеля фалькао и сейчас закономерный вопрос рэй передал задал секунданта в общем где же этот непременный атрибут итак второй раунд пошел тут же вперед майкель попадает слева снизу коленом навстречу фалькао прижимает сейчас минеева спиной к канатам пытается опрокинуть владимира и судя по всему занимает атакующую позицию буквально проваливается между канатами минеев и сейчас рефери необходимо будет переместить бойцов от головами к центру ринга так необходимо восстановить позицию контролю от майкеля фалькао контролирует владимир одну ногу соперника вот сейчас дело дошло до того до чего не должно было доходить попробовать фалькао извлечь какие-то дивиденды из этой ситуации в его карьере 24 победы нокаутом и 7 приемами в принципе это боец который предпочитает проводить поединке в стойке в большей степени но имеет он черный поезд по бразильскому джиу-джитсу и прекрасно борется владимир грамотно завязал призывает к активности рефери встречи и так это три с половиной минуты во втором раунде и бойцы поднимаются стойку очередная серия идет вперед майкель фалькао на встречу работает владимир минеев обменялись бойцы но киками хорошей правой на встречу от минеева тоже задевает еще правым прямым двоечка в исполнении владимир фронт киев не достигает цели взяли небольшую паузу бойцы пытается пессинговать фалькао но эффективно на встречу действует владимир много точных ударов не делай ставку пока что минеев на досрочное окончание этого поединка тем временем второй раунд подходит к своей середине на фалькао не тратит все силы для того чтобы постараться очередной раз перенести владимир хорошая двойка на встречу от владимира минеева разбито лицо майкеля фалькао но продолжает он идти вперед пока владимир в движении он остается практически недосягаем для фалькао сейчас такая очень медленная попытка перевести поединок борьбу буквально сваливает на канвас майкель фалькао владимира минеева сейчас от реперия переместит бойцов в центр ринга а вот в каком положении наверное владимир окажется на спине именно этим все и закончилось в предыдущем эпизода эпизоде сейчас не очень выгодная позиция для меня минута 45 до конца раунда гард закрыт и фактически фалькао сейчас отдыхает очень разные поединки если сравнивать последний бой владимира минеева против юсубий намото и этот бой а было намного больше движения это практически не было борьбы многие специалисты удивлялись потом очень высокий уровень именно борцовских навыков времени майкель фалькао продолжает атаковать наносит удары на стиле пытается бить навстречу владимир но контроль в любом случае засчитывается именно фалькао то что этот бой перейдет в третий раунд перед началом поединка мало кто вообще в это верит тем не менее владимир не стал форсировать события в первом отрезке хотя был очень близок к тому чтобы все-таки отправить в нокаут оппонента а концовка второго раунда приходит проходит с преимуществом бразильца хороший контроль в его исполнении классическая работа из этой позиции фалькао понимает что лучше ему просто сохранять вот именно такое преимущество пытается встать владимир сейчас итак последние секунды второго раунда есть попадает по правым прямым линии идет вперед фалькао и а так провоцирует он линеева последние секунды второго раунда такая настоящая рубка и все переходит в третью пятиминутку как раз ответ тем кто считает что многие иностранцы в том числе фалькао приезжают в россию часто чтобы просто отбывать номер бразильец приехал воевать да действительно не все ожидали от него такого выступления сегодня ну что ж первый раунд однозначно забрала владимир минеев причем возможно со счетом даже 10 8 второе наверное тоже но уже со счетом 10 9 но втором раунде явно имел преимущество в стойке владимир минеев но все-таки было два эпизода когда контролировал российского бойца борьбе на на стиле майкель фалькао так что здесь вопрос спорные судьи могут различные решения по этому отрезку и так третий решающий раунд хорошо попал сейчас фалькао идет вперед подключает лоу кики действительно продолжение концовки второго фалькао понимает что ему нельзя оказываться на дальней дистанции у меня его длиннее руки он быстрее и просто будет продолжать получать удар поэтому надо бросаться вперед стараться сократить дистанцию во что бы то ни стало кто знает возможно в размене в рубке на ближней и улыбнется удача бразильцу высокая комбинаторика у владимира минеева пробивает он сериями но по большей части по воздуху к сожалению последних двух эпизодах а фалькао по-прежнему опасен по защите бэкфист прихватил могу майкель удалось выйти на дистанцию владимиру продолжается поединок стойки очередная двойка действительно очень мало точных ударов причем вас обеих сторон в этом раунде подключает лоукики бразилец владимир сочи мало работает ногами в основном руках все есть попадание хорошая справа хорошая серия владимира тяжелый удар и все-таки бразилец справляется с этими атаками причем устал судя по всему минеев и продолжает его преследовать фалькао по рингу вот сейчас очередная попытка перевода в борьбу мы видели что уже несколько раз в аналогичных ситуациях успешно действовал майкель вот сейчас сваливает он в углу ринга владимира минеева бой еще не выигран действительно нужно работать защищаться половина раунда впереди отключил сейчас обе руки владимиру фалькао и нанес несколько тяжелых ударов прижимает себе оппонента владимир старается минимизировать ущерб но все-таки продолжает пропускать остается две минуты и вот такой позиции очень уверенно себя чувствует бразильский спортсмен уползает буквально за пределы ринга владимир и переводят в аналогичную позицию но уже в центре ринга рефери спортсменов последний эпизоде владимир лежал на спине менее двух минут тяжело приходится владимиру и третий раунд у него явно не получается пока в маунте высоком оказался макель фалькао скручивается дает пил владимир поднимается вот так и предполагали секунданты владимира минеева подсказывали ему что общем а будет пытаться улучшить свое положение макель фалькао сейчас буквально выбрасывает он сквозь канаты владимира у которого судя по всему осталось очень мало сил фалькао тоже немного апперкот вот владимира еще один удар по корпусу слева бросается в проход ноги фалькао неудачно последние минуты третьего раунда идет вперед фалькао на встречу продолжает действует владимир и бросается с двойкой вот фалькао провоцирует минеева сейчас вот то что надо вразиться рубка на ближней дистанции встречается владимира фалькао отвечает двумя апперкотами очень зрелищный бой мы с вами наблюдаем продолжается рубка на средней дистанции сейчас клинч зашли бойцы последние секунды идет вперед как танк бразилец уже буквально шатает от усталости владимира минеева последние секунды встречи руки опущены бразилец давит прижимает твой фалькао минеева канатом и через несколько секунд закончится этот поединок в любом случае надо сказать спасибо майкелю фалькао что он приехал вот в таком состоянии на этот бой вот таком хорошем до состоянии три раунда не уходил от боя и заканчивается поединок что же ждем с нейского решения здесь могут быть варианты первый раунд однозначно забрал владимир третий из большой вероятности владимир отдал хотя или забрал фалькао или забрал фалькао да а второй все таки владимир было стиль не больше двигался и столько было больше за одним ждем ждем с нейского решения но этот поединок показала есть куда расти владимиру минееву и прежде всего в плане функциональной подготовки нельзя сказать что бой прошел в каком-то сумасшедшем темпе но тем не менее в концовке оба спортсмена выглядели абсолютно обессиленными но если с майкелем фалькао все понятно это спортсмен чья карьера находится уже на закате 35 лет ему и наверное лучшие годы этого бойца уже позади то власть для владимира минеева это конечно звоночек причем независимости от того как закончится этот поединок плане судейского решения но плюс ко всему не будем забывать где проходил этот бой все-таки это владивосток здесь его движется тяжелее тяжелее но тяжелее возможно здесь дышится владимиру который привык к сухому воздуху средней полосы россии майкель фалькао жизнь бразилии где также в основном все населенные пункты густо населенные находятся на берегу океана в любом случае поединок удался это уж точно можем констатировать и судя по всему все готово к официальному объявлению судейского вердикта итак дамы и господа по завершении главного боя вечера обратимся к судейским запискам ladies and gentlemen after the end of the main bout of the evening we go to the church's scorecards судья сумароков 28 судья сумароков 29 28 фалькао судья иванов джордж иванов 29 29 29 draw и судья махмутова 28 27 и джордж махмутова махмутова 28 27 таким образом большинством судейских голосов победу одержал махмутов джордж